Переехав в Анапу на 73-м году жизни, Виктор Фокин активно включился в культурную жизнь курорта. Так появился новый литературно-художественный и публицистический журнал «Высокий берег». Благодаря журналу много авторов получили возможность печататься. Колоссальная работоспособность редактора стала движущей силой всего коллектива. Если сравнить работу редакторов с авторами, то, конечно, надо только удивляться этой работоспособности Виктора Ивановича. Просто удивительно, он мог часами сидеть, вычитывать эти произведения авторов. Не только для себя все помечало. Потом садился рядом за стол с автором и над каждой пометкой работал. Коллеги Виктора Ивановича вспоминают с теплотой. Второй год в библиотеке проводится «Вечер памяти поэта». Друзья и коллеги читают его стихи. Литературное наследие Виктора Фокина – 15 сборников стихов, повестей, рассказов и песен. Она зардеет на снегу и поманит призывом страстным, Как будто солнце набегу легко взмахнуло кистью красным. В Анапе поэт прожил недолго, но его литературный труд навсегда останется в истории курорта.